сегодня я решила повторить макияж и дэйл дэс красавица из турецкой драмы постучись мою дверь сначала давайте позаботимся о коже у эды она всегда как наливной персик мой первый шаг увлажняющий крема тайкон скин сейчас осень и кожа у меня начинает сильно сохнуть представляю что будет когда включит отопительные приборы он реально успокаивает кожу и что особенно нравится у него такой классный состав гиалуроновая кислота масло ши и сладкого миндаля бантенол и неоцинамид в общем то что надо для восстановления и увлажнения кожи и кстати никакого запаха потому что этот крем без отдушек находка для аллергиков я использую его как базу под макияж то он не скатывается но сами сейчас все увидите в общем очень рекомендую присмотреться особенно сейчас на озон скидка на этот крем так что если ваша кожа тоже страдает в этот сезон не упустите перед макияжем я отбеливаю глаза синими каплями их можно найти в аптеке губы я также подготавливаю а именно жирным слоем наношу на них бальзам уйды очень красивый турецкий загар поэтому я подготавливаю спонж полностью окунаю в воду чтобы он увеличился в размере и тщательно отжимаю посмотрите какой он красивый когда новый я буду его использовать чтобы нанести тональное средство которое на тон темнее моего лица более тонко несмотря на то что этот тональный крем-сыворотка и так очень полупрозрачный я создаю абсолютно невесомый слой покрытия хотя оттенок это придаст уйды очень похожа форма лица на мою мне повезло но я все равно буду скульптурировать лицо на пушистую кисть я обильно набираю продукт я подчеркиваю скулы немножко убирая брылья таким образом она станет визуально меньше в тех местах которые мне не нужны уиды или хан де эрчел как ее зовут свои естественные природные брови у меня с этим сложнее но ничего пудровый карандаш от вивен сабо всегда меня выручал я могу смотреть на три вещи как горит огонь течет вода и появляются на моем лице брови но ничего я не могу сделать с собой я себе без них не ощущаю в этом мире как в детстве мне сразу же показалось что чего-то не хватает на моем лице так сейчас и кажется дальше единственный вариант когда мне нравится мой брови в естественном виде это с яркой помадой красной или бордовой акцент смещается на губы смотрите разница есть но это только первый этап я крашу вторую бровь и мне захотелось выдернуть несколько волосков для более идеальной картинки для фиксации моих непослушных волосков сейчас они без долговременной укладки естественном виде я буду использовать два фиксирующих их геля первые более пластичные я не знаю если это линейка у них продажи на одной стороне гель а на другой маркер очень удобно для тех кто не хочет заморачиваться это vivienne собой а второй гель супер фиксация почти желтый лак для волос от got to be то же самое для бровей но почему я не нанесла его сразу чтобы брови остались живыми мне нужно было нанести его совсем немножко я это и сделала закрепив предыдущий гель как бы останавливаясь только на тех местах которые у меня с большей вероятностью упадут вниз так как мои брови смотрят вниз а сейчас я перехожу к нанесению маркера обязательно попробуйте сначала на руке а только потом наносите на бровь дорисовываю нужные волоски и вуаля брови турецкой женщины готова как будто бы я с такими родилась я использую такой корректор для области вокруг глаз он напоминает корректор от бека конкретно этот российского производства придумали его визажисты beauty гуру из москвы чему очень благодарна хорошая альтернатива бекки сразу скажу он не фиксируется но очень красиво отсвечивает преломляясь на свету он нивелирует синячок и не пересушивает область под глазами подчеркнуть загар и выглядеть более кинематографично можно при использовании коралловых румян как сейчас модно я использую кремовые но честно для меня нет никакой разницы я могу добиться любого эффекта хоть с помадой хоть румянами хейли бибер конкретно эти румяна неплохие у них такая приятная гелевая текстура вы подумаете снова консилер но нет это совсем другое мы делали очень легкий тональный именно для этого шага чтобы я могла еще раз высветлить на слоев тоненький слой до консилера светотень таким образом как будто бы за вами ходят постоянный ассистент софтбоксом и светит на вас сверху вниз чтобы лицо получалось идеально как раз таки как у еды в сериале использована эта техника тем временем я почистила свою коррекцию проведя четкую линию под скулой но совсем тоненько я не размазываю на всю щеку не забывая лоб и спинку носа чтобы тень падала естественно будем честны у еды нос отличается от моего сама спинка носа у нее тоньше и аккуратнее чего ей буду добиваться используя этот сухой скульптор еще один секрет сделать губы пухлее получится с помощью этого же скульптора просто добавив собственную тень все хорошенько растушевываю складку века я точно также прорабатываю еще на глаза я хочу использовать свою новую к сожалению разбитую палетку от анастейша beverly hills тут есть красивый бежево-коричневый оттенок honey все таракотовые оттенки в том числе и румяна постоянно используется в кинематографе и на видеосъемке потому что выглядит очень естественно в отличие от красного хотя в жизнь может быть совсем наоборот но я показываю вам на видео поэтому использую таракотовые оттенки теперь я беру палетку от кэт ван ди я использую светло-бежевый оттенок и наношу его на центр глаза следующим этапом чтобы вытянуть глаза и сделать их больше я буду использовать карандаш коричневого цвета он поможет мне углубить взгляд ближе к ресницам я наношу карандаш более обильно а края буду подтушевывать чтобы зафиксировать карандаш я буду дублировать все коричневыми тенями тени вывожу на нижняя века также углубляя нижнюю складку светлыми тенями еще раз прохожусь по центру века но не захожу в орбитальную складку на втором глазу я делаю все то же самое может быть вам будет понятнее внизу очищаю все консилером но не делаю резких линий помогаю себе спонжем в качестве акцента я использую тени которые сейчас форсятся в сети я тоже их решила приобрести смотрится неплохо ресницы это главное на что бросается взгляд при виде эды все говорят о ее невероятных ресницах первый этап я подкручиваю свои ресницы керлером и наношу на них тушь обильно после чего клею пучки особенно на внутреннюю часть ресниц и третий этап я приклеиваю ресницы на ленте на уголок глаза еще раз все прокрашиваю чтобы было без комочков но и нижние ресницы мне тоже нужно подчеркнуть брошу туда пару пучков у еды нет выраженного оттенка на губах поэтому я буду повторять естественный цвет губ который никогда не выйдет из моды обводку я делаю коричневым контуром только для того чтобы создать естественную тень от которой буду плясать поэтапно все очень хорошо растушевываю но не слишком выхожу за контур своих губ каждый последующий карандаш светлее и у него есть свой характерный оттенок я люблю все эти карандаши без исключения но если использовать их все вместе то получается настоящая магия настоящая магия натуральных губ и крайне карандаш это пупа в четвертом оттенке мне кажется его еще использовала моя одноклассница в школе ну а я в школе пользовалась 103 карандашом от вивен сабо так хватит ностальгии переходим к тому что я делаю из техники я растушевываю губы внутри это создает стойкую базу вы можете есть весь вечер практически все что угодно и помада устоит точнее три карандаша ну а чтобы точно все зафиксировать я использую бюджетную матовую очень тонкую помаду от релуи суперспособность этой помады она отбеливает зубы а макияж подошел концу и я буду надевать украшение это мамин белоснежный кот федя у меня он на передержке я надеваю кафы это обожала кафы в принципе как и я и вот такой вот результат у нас получился мне очень понравился этот образ поскольку по внешности вы мне постоянно говорили что я чем-то схожа с едой я повторила ее макияж но мне кажется что ее внешность и макияж достаточно универсальные поэтому его легко повторять что если кто-то захочет его повторить отправляйте в наш телеграм-канал ссылку на него я оставлю в описании и там уже обсудим все тонкости и нюансы этого макияжа а с вами была даша кей увидимся в следующих видео пока пока